всем приветик с миленой магазине уже с утра шарухаемся купили вот такие вот тапочки лере в санаторий миленки вот такие сейчас пойдем искать милене спортивный костюм и себе наверное я еще посмотрю кроссовки что ли вот ходим с самого утра ну как и 10 часов вот и это сейчас что-нибудь посмотрим и покажу вам его выбираю кофточку так она же тоненькая тоже тонко спортивный костюм чё тогда нам не надо не столько спортивных костюмов красивых но это тоже тонко водолазку будешь носить от горла ты же не любишь что ну такая тебе подсказываю тебе ничего не нравится тапочки быстро выбрала всем доброе утро ребят вот так собралась больницу на ту неделю в понедельник мы уезжаем нужно сдавать анализы анализы все сдали вот а у меня то еще осталась кровь и флюорография сейчас попробую это все сделать потом мне еще поработать надо чуть-чуть вот поэтому почему у меня все спят у меня утречка пораньше стало собралась и поеду сейчас в больницу машина сейчас прогрев машина вся заледенела окна все заледеневшие лобовое стекло в общем на улице прямо с утра холодно ну небо чистое прямо голубое наверное сегодня будет более менее тепло и хотя бы без осадков не доели уже эти даже тепло так что поехала в больницу подъезжаю к больнице как всегда наверное здесь мест на парковке не будет вообще это в основном знаете у нас так вот видите с обеих сторон просто все битком и просто все битком так вот есть местечко сейчас я сюда и встану вот так вот все пошла ребят в больницу вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в общем Леры выходные дома не было Она выходные у нас у бабушки И значит сегодня после больницы Там я снимала Куда показывала Ездила в больницу сегодня Сдавала анализы Потом после анализов Поехала сразу за Лерой Леру привожу Только занесла домой Посадила в коляску Тут бежит Милена и говорит Мама у меня прыщичек на животе Значит я посмотрела У меня Лера Ветрянка не болела Поэтому у меня вот такое переживание Потому что у нас осталась всего неделя Нам нужно ехать И значит То что Милена заболела Это ничего страшного Это даже и к лучшему Чтобы ребенок сейчас переболел Пока маленько А вот Леру Так как бы мне и нельзя Я быстро ее в охапку И обратно к бабушке Увезла Сейчас ждем врача Вызвали еще утром Вот время 2 часа доходит Нету никого Ждем чтобы нам назначили Какие-то я не знаю Мази там или что Сейчас уже вроде говорят Зеленка редко кто мажет Что сейчас куча всяких мазей Вот соседка мне подсказала Коломин Какая-то жидкость Вроде бы после нее Не появляются новые прыщички И она как бы ну Такая хорошая Что зеленка вроде это Как бы уже прошлое Так что вот такие вот у нас Не очень хорошие новости Что может быть кто-то Если знает Какое эффективное средство Для лечения ветрянки И вообще Сколько Ребенок вот сейчас Когда вот у нее Вот это начинается высыпание Сколько она заразна Сколько времени Такой вот Потому что нам ехать Всем в одном купе Это просто ужас Ну у нас там куплен Еще один пласткарт Потому что у нас едет 5 человек Купе это четверо Но мы планировали Жить все в одном купе Вот И у нас куплен еще пласткарт Вот мы теперь думаем Что может быть нам Елену потом С папой там Или со мной Отсеять в этот пласткарт Слева другой вагон Ой это в общем знаете У нас как не началось Вот это вот ехать нам В Сочи Так у нас пошли Проблемы за проблемой То с анализами Что-то не то там То рано анализы пришли Они у нас уже просрочились У Леры То у мужа проблемы с ногой То там То 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 сё То какие-то справок не хватает То билеты нам не выдают Потому что купе нет Это просто В общем Как вот это вот нам дали Вот эту вот бесплатную путевку И все это пошло-поехало Это вот просто какой-то ужас Честное слово И вот это вот ожидание Вот эти вот почти 2 месяца Что мы сейчас сидим ждем Собираемся в санаторий Это просто хуже нет Вот за эти 2 месяца Я говорю Что только не произошло И сейчас еще вот эта ветрянка Это вот Мы никогда так долго Никуда не собирались Мы все время Сегодня допустим Можем подумать А послезавтра уже уехать Но здесь вот эти 2 месяца Это на самом деле Это вот что только Не может не произойти Это ну Конечно печально Потому что нам первый раз За 17 лет дали путевку Вот именно В Сочи Так-то мы ездили в санаторий У нас какие-то там По области А в Сочи Это вот как бы первый раз И это очень конечно обидно Что вот у нас сейчас Такая проблема Что может все сорваться Конечно Старшая дочка в шоке Что она же ждет И это тоже сегодня Сказала Гурмилена Может быть так получится Что ты с бабушкой Останешься дома Чтобы Мы поедем Она крокодилями слезами Ревет Но естественно Ребенок тоже ждала 2 месяца Ей тоже охота В общем Это просто какая-то беда Так что Сейчас ждем врача Врач придет Что нам скажет Выпишет лекарство Я быстро поеду покупать Лекарство Будем мазаться Лечиться Но так в принципе Больше нигде нету Только вот на животике И на бороде Ну на бороде Я даже не знаю Что это вообще Мне кажется Ну-ка повернись ко мне Ну я даже не знаю Это мне кажется Даже не Ерунда какая-то В общем Так-то нигде нету Не на шее А вот и на шее Появился Один Прещичек Маленький Так что Вот это вот Наверное Все-таки она Может сегодня еще гадали Думаем Да может это не Викториянка Не четыре А два На бороде Что-то там Они не похожи На прыщики Здесь один У тебя на шее Хороший Ну и вот Вот этот Ну три Наверное Три прыщичка Один на животе Убери руку Один на животе И два вот здесь Ну вот ждем врача Сейчас придет Что назначит Вот А мы тут ходили С Миленой В это В магазин Это было вчера Мы ходили в магазин Купили вещей Там Лере В санаторий Милене Я вам тоже попозже Покажу что купили И вот сидим Теперь думаем Пригодятся ли они нам Вообще Теперь или В общем Обидно будет Очень конечно Сейчас посмотрим Что нам скажут Ну Поехать конечно Мы наверное Все-таки Все равно поедем Ну просто Или уже это будет Без Милены Или мы будем Брать Милену И отсеивать ее Вот в другой вагон Там С папой Или как Ну в общем Главное Чтоб Лера не заразилась А то это будет Совсем как бы Так что Вот такие дела У нас Вчера ездили С Миленой В магазин Купили значит Все готовимся К санаторию Видите Как у нас все получается Все покупаем У нас такие тут проблемы В общем Купили Миленке Вот такие вот Тапочки Она у меня будет жить У сестры В Сочи И там Вечером Говорит прохладненько Уже по дому ходить В общем Купили вот такие вот Ей-то потушки Интересные Чтобы ножкам было тепло И купили И купили Лере Такие же Только Маленько Маленько Другие по рисунку Вот В санаторий Будем И будем После процедур Чтобы Не одевать Там Обувь Ну и в носочках Все равно будет прохладно Если куда-то В бассейн Или куда-то Поэтому Вот такие вот Тапочки Купили Милене И Лере Вот такие вот Миленке Купили Вот такую вот Теплую кофточку Вот такую вот Толстовочку Там тоже Сестра сказала Вечером прохладно Днем Говорит Жарко А вечером Прямо холодно Чтобы теплые вещи Были Потом Вот такую вот Милене Купили Еще кофточку Потоньше Тоже Все сама Выбирала Ходила Вот такие Жарки Кивали Ну это я Себе купила Тоже вот такие Вот бриджики Там Ходить Такую вот Расческу Купили Тоже будем Новенько Милене Не кидайся Не кидайся Футболочку Вот такую вот Себе купила Тоже Свеженькую Это тоже Тоже себе Купила Вот такую Вот футболку Так Это Купили Милене Вот такие Мрусинчики Они тоже Как утепленные Такие вот С зайчиками Это Лере Купили Такую вот Футболочку Свеженькую Тоже Тоже в санаторий Лере Купили Вот такие Вот Лесины Такие Вот Тоже Как Ластиковые Они Что Ли Тоже Чтобы Было Там Хоть На Сменку Вещей Побольше Вот Такую Вот Лере Футболочку Так Вот Такую Вот Лере Футболочку Все Лере Лере Тебе Купили Себе Вот Я взяла Тоже Две Футболочки И Бриджики Можно Померить Померить Показывай Ой Это Лерина Ты Меришь Это Лерина А Вот Твои Ну Это Тебе Кажется Я Вчера Их На Себя Мерила Вот Это Твои Вот Эти Вот Вот Эти Вот Это У тебя Кто Собаки Или Кто Я Не Могу Понять Это Это У меня Собаки А у Леры Это Кто Тогда Как Кто Мышки Или Это Не Мышки А Это Хомячки А Ну Там Что С Зубками Ага Мне Что С Этими Без Носок Никак Не Подают Ну Так С Носочками Одеваю Ну С Тоненькими Этот У Толстый Ну В общем Вот Такие Вот У Покупочки Заразные С первого Дня Высыпания Как нам Врач Объяснила Не знаю Насколько Это Верно Врач Сказала Верим Вот Поэтому Леру Отселили Мы Теперь До Поезда Лера Теперь У нас У бабушки Будет Неделю Жить Сейчас Муж У меня Поехал За таблетками Выписали Выписали Ацикловир Как Противовирусные Они Идут Вот Их Нужно Давать И Клеере Тоже Значит Выписали Ацикловир Милене Пить По две Таблетки Четыре Раза В день Пять Дней Это Для Того Чтобы Побыстрее У нее Вот Это Все Кончилось Вот Это Все Вышло Вот И Эмульсия Коламин Мне Тоже Девчонки Советовали Вот Эту Коламин Это Какая-то Белая Эмульсия Вот Чтобы Зеленка Не мазать Говорят Что Она Очень Хорошо Подсушивает Ну Как Что Зеленка Это Сейчас Уже Редко Кто Мажет Ну И Вообще Она Лучше Вот И Лере Вот Эти Вот Как Раз Ацикловир По Три Таблетки Один Раз В День Вот Она Написала Два Дня Пить По Три Таблетки А Потом Говорят Инструкцию Почитайте Как Там Напишут Что Там Уже По Три Не Надо Будет Там В В Все Равно По Одной По Две Таблетки В День Надо Будет Пить До Самого Отъезда А Лере Это Для Того Чтобы Маленечко Сдвинуть Даже Если Лера Успела Хватануть Вот Эту Ветрянку Чтобы Маленько Сдвинуть Чтобы Ей Не Заболеть Пока Мы Будем Санаторий Ну В общем Сейчас Конечно Опять Хочется Надеяться На Лучше А То Ребенка С садика Забрали Думали Что Она Уже Не Заболеет А Вот Видите Как Судьба Распорядилась Практически Перед Отъездом В общем Ну В общем Вот так Вот Теперь Что Будет То Будет Что Теперь Говорить Так Что Вот Так Что Что Сейчас Привезет Таблетки Эмульсию Буду Ее Мазать Будем Ждать Седьмого Числа И Как То Поедем На свой Страх И риск А то Приедем У нас Не дай бог Ну В общем Не дай бог Будем Надеяться На лучшее Потому Что Все Так Этот Инкубационный Период Идет 21 День И Детки В основном Зарождаются Через 21 День Поэтому Если Оно Так То Нам В принципе Хватит Полечиться И Ехать И Отдохнуть Так Что Будем Надеяться